Так, возьмешь белило, ты уже знакома с масляными красками, знаешь, что разбавителем мы кисточку не моем, не полоскаем. Белило растолкаешь на палитре с разбавителем, начнешь заполнять холстик примерно вот таким количеством краски. Когда весь заполнишь, возьмешь ультрамарин розовый и станешь прямо в эти белило вгонять новое вещество краски. Ты видишь, я не добиваюсь равномерности покрытия, абсолютно. Как только везде загонишь, возьмешь мастетин большой и вот так погуляешь, придавливая. Создадутся акварельные переливы. Ну, такая задачка полностью. Да, можешь нижний правый угол сделать более розовым. А дальше пойдем уже цветочки искать. Держи. Молодец. Чуть больше разбавителя. Все-таки... Все-таки пожиже надо было. Да. Дело в том, что белило успевает встать, и тебе нужно немножко подбросить разбавителя, чтобы подорвать их. И коричневый тоже бери, там он присутствует в большем объеме. Можешь чередовать работу кисточки с работами мастихинов. Сразу же, сразу же... Нет, палец тут сейчас у тебя увязнет. Тут большое количество краски, поэтому палец не нужно тут применять. Вот, посмотри. Задачка должна быть выполнена быстро. Это неотъемлемая часть красивости. Понимаешь, да? Сопельки вот эти пока оставляй. Если что, потом их вот так подснимаем. Ну и давай. Скорей-скорей, пока не встала. Видишь, уже тяжеловато идет. Подбрасывай влаги. И потом... Серый, это розовый, ультрамарин. Плюс небольшое количество коричневого. Видите, так? Угу. Прямо сюда. Вот так, тряпочкой. По тем местам, где ты выгребла изначально красочку, заводишь цвет тени. Без световых. Потом сюда придет при помощи пальца светлость. Понимаешь, да? Да. Вот таким образом. Тряпочка нужна тебе для того, чтобы создать благоприятные условия для работы пальцем. То есть, краски здесь не должно быть много. Хорошо. Именно вот такое количество. Пощупай и сама попробуй создать такую подготовку. Смотришь здесь, в центре холста. Пересекает листочек. Правильно. Смотрим так. Где-то здесь находится начало верхнего лепестка. Он практически стремится прижаться к краю верхнему. А нижний листочек и касается почти. Значит, ниже опускаешь. Гораздо ниже. Угу. Иногда можешь брать коричневый и им буквально работать в минус пространства, что называется. То есть, фоном отнимаешь первый план. Вот они, силуэты. Ну, давай. Ну, давай. Сейчас тебе задача будет доработать фон. Прежде чем пойти световыми на самом цветке, мы должны с тобой уже доиграть с фоном. Ну, вот эти вот пятна. Да, да, да. Вот здесь более внимательно отнесись к тому, что есть. Разработай свою первичную подготовку в более похожую на то, что на холсте. Здесь уже у тебя появился цветочек. Но прежде появляется, как видишь, коричневый сначала, потом приходит розовый. Давай. Если, подожди, если, допустим, коричневый не хочет вставляться в полную меру темноты, предварительно, вот так, тряпочкой подвытри. Спасибо. Давай. Знаешь, вот свет, он и так понятен. Он бело-желтый. Ну, как в этом, да? А вот теневые, в них сложность, в них красота. Поэтому сейчас возьми все-таки, убери пока свет. Мы его с тобой в конце работы за две минутки упокойно. Не переживай. И обрати свое внимание максимально на теневые. Проявление рисунка. Вот здесь есть синяя-коричневая, которая, в свою очередь, переходит в нечто розоватое. Прадует? Угу. То есть создать даже интереснее, чем на картиночке. Там и зелень, видишь, подкакнулась. Никаких светозых пока тебе не нужно высказывать. Хорошо, другое дело совсем. Можно жить. Ну, раздадим немножко светов, да, чтобы ты представление имела. Белила. Совсем капелюшечку разбавителя. Совсем. От краев. Вот таким мазочком. От края начал. Видно, да, там? Вот. От края лепестка. Вдернул теневую. Вот так. Пальцем себе помог. Вот. На край надавил. Нагнетаю. И сдернул вниз. Тебя интересует вот этот мягкий вход в теневую. Там он более жесткий, но глазу приятнее на картину, будет мягкость света. Кисточкой отделю край лепесточков. И опять же помогу себе пальцем. Симпатичный. Угу. Туда пальцем все-таки загони. Коричневатую идею. Не против ты? Ну, ну что ж ты. Берилами там так активно. Вот какой там цветик. Нарядный. Причем, ты видишь, я полностью от первичного не избавляюсь, тенистого, вот этого фиолетового. А добавляю новое, которое красиво звучит. А это вот темный листочек. Не вижу его. Я вижу. А я не вижу. Нет его там. Ну, попробовала я, вижу. Ну и как? Ну, честно сказать, можно было приснять. Я еще раз попробую. Знаешь, Берилы не панацея. То есть ты ими слишком разошлась. Все-таки приснимаю. Вот здесь тоже. Ну, какую там, какую же, столько краски. С дальнего лепесточка начинаешь. Доводишь его до того, что тебе нравится. Я работаю белым, но не белилыми. Смотри. Светлым светиком, но не настолько белым. Желтым, например, можно. Если что, вот так тенистостью подчеркиваешь красоту. Да, вот так у меня тут классно. Ну, а то. Там же это есть. Это просто не настроено это разглядеть. Там специально художник или фотограф, он сделал темнее, чтобы ярче выразить. Вот это именно местечко. Вот тут что-то желтоватое. Пускай заживеет. Что-то ватракова характера. Ребром пальца нагоняю свет и вдергиваю в основание лепестка. Посмотри. Оно? Оно. Вот так красиво я можешь придумать. Не получается передрать то, что там. Не мучайся, придумай свою красоту. Розовеньким, подчеркнула. Вот эта жесткая кокушенция коричневая, она не сабыгла валить там находиться почему-то. Вот такая мягкая, мне кажется, более приятная. Вот так теневой можно откусывать свет. Видишь, появилась ракушка лепестка, которая здесь близко. Есть дальние, а есть ближайшие. Вот рядом с ним тоже есть освещение у другого лепесточка. Вот так он закручивается. Да? Ну там непонятно, я не могла все изобретать. Там вот изгиб такого рода. Свет здесь. И тень на ближайшем лепестке. Похоже? Да. Так? Смежно. Не надо. Не надо. Видишь, вот медленное движение пальцем, оно ведет за собой неблагозвучное изображение, в принципе. А вот жесткая линия между лепестками, как щелочка маленькая, она поможет тебе. Смотри. Да? Это отбросит еще дальше второй план. То есть, вот эти красные задние лепесточки, цветы, они отойдут еще дальше. Чем контрастнее я выражаю первый цветок, а контраст это сопротивление темного и светлого, тем дальше отходит второй план. Видно? Да. Он не проваливается туда, буквально, куда-то. Рефлексный свет. На лепестке. Это рефлекс от белизны, вот этого. Понимаешь, да? То есть, он не мощный. Он, ты в правильном направлении мыслила, что там светлее, но не настолько, как здесь. То есть, ты что на свету, что в теневой одинаковый белый применяла. Нет. Видишь, он не настолько светел. Хочешь там цветочек? Какой-нибудь маленький. Поваяй. Даже основной уже, в принципе. Практически есть. Можно жить дальше, да? Хе-хе-хе. Доброе. Продолжение следует...